СМЕРТНЫЕ ТЕЛА Когда людей здесь на Земле перестают функционировать, то есть люди умирают, их духи переселяются в духовный мир, в место, где они потом ожидают воскресения. А завицы, которые отделяет этот мир от земного мира, то есть завицы, которые отделяет духовный мир от земного мира, иногда становятся очень тонкой. И духи праведных умерших людей находятся недалеко от нас, знают и понимают наши мысли, чувства и действия часто огорчаются из-за них, как говорят сами мормоны. Иными словами, имеется в виду, что когда мы пришли сюда на Землю, как вы помните, мы прошли через некую завицу, которая стерла нас память о том, что было в духовном мире. Эта же самая завица отделяет нас от духовного мира сегодня, то есть мы не способны как бы видеть то, что происходит с людьми уже умершими и находящимися в духовном мире. Но эта завица, она настолько тонкая, что влияние этих духов, их чувства, мысли, возможность общаться, они сохраняются в самом реальном смысле. И именно поэтому жизнь мормонов, духовная жизнь мормонов, она очень часто наполнена как раз вот такими ощущениями от присутствия умерших родственников или общения в том или ином виде с теми людьми, которые покойны уже, которые усопли. Был такой момент, когда церковь мормонов ввела наконец вот это свое храмовое таинство, крещение за умерших людей. Мы еще будем говорить, зачем оно необходимо. Но вкратце, без этого крещения заместительного, те духи, которые на небесах наконец услышали и поняли истинное Евангелие, они не способны продвинуться выше в этой иерархии небес, получить более высокую славу. И для того, чтобы они могли надвинуться дальше, кто-то на земле должен совершить за них крещение заместительное. И поэтому мормоны рассказывают, есть воспоминания людей, которые были на церемонии, когда только впервые совершилось это крещение, что храм был буквально наполнен духами вот этих умерших людей, которые ждали, когда же наконец совершится вот это таинство. Они освободятся и получат возможность обрести вечность в лучшем каком-то варианте. И когда это случилось, духи от радости, спустили этот вздох или вопль, я уже не помню точно, облегчение, совершилось. То есть, они получили то, что давно хотели. Учение мормонов о духовном мире и о том, что там происходит, в значительной степени основывается на откровении, которое получил шестой президент церкви Джозеф Ф. Смит и содержится это откровение в 138 разделе учений и заветов. Мормоны верят, что все духи, живущие на небесах, или все духи, живущие в духовном мире, конечно, не на небесах, выглядят как взрослые, их духовные тела имеют такой же внешний вид, как и смертные тела, но при этом они совершенно безгрешны. Они сохраняют все присущие им наклонности и черты характера. В зависимости от чистоты земной жизни и послушания воли Бога, все духи, которые после смерти попадают в духовный мир, оказываются в одном из тех мест, которые в духовном мире уже приготовлены для духов, перешедших из земной жизни туда. Эти отделения достаточно четко оформлены, то есть в них есть свои границы, они отделены друг от друга, но при некоторых условиях духи могут перемещаться из одного отделения в другое. Вот давайте попробуем с вами представить себе, как эти отделения выглядят. Отделения этих насчитывается три. Одно называется рай, другое называется духовная тюрьма, а третье называется ад. Рай, духовная тюрьма и ад. Как выглядит духовная жизнь людей, умерших там? Праведные духи, то есть духи, которые на земле услышали и приняли учение вечного Евангелия, учение церкви мормонов, они попадают в рай, где отдыхают от земных забот и горя. При этом они продолжают выполнять церковную и миссионерскую работу. В духовном мире церковь по-прежнему организована так же, как на земле, и каждый пророк стоит во главе своего поколения. То есть те люди, которые жили на земле при жизни какого-то пророка, они на небесах подчинены его руководству. Носители священства продолжают выполнять свои обязанности. Семейные узы тоже продолжают существовать, хотя некоторым семьям не позволяется жить вместе из-за того, что на земле они пренебрегали своим супружеским долгом, своими супружескими обязанностями. Взникает вопрос, кому же эти праведные духи несут Евангелие, то есть они занимаются миссионерской деятельностью, кому же они там проповедуют? А вот здесь как раз появляется второй отдел этого духовного мира, который называется «Духовная тюрьма» или «Темница духов», как ее раньше иногда еще называли. Все духи, которые не слышали Евангелие Иисуса Христа, то есть учения мормонской церкви, или отказались его принять во время земной жизни, попадают в духовную тюрьму. В духовной тюрьме у них остается свобода воли, и они там тоже имеют возможность выбрать или добро, или зло, или послушание Богу, или противление Богу, и могут быть влечены как хорошим, так и плохим. Миссионеры из рая посещают эту духовную тюрьму и проповедуют этим неправедным духом Евангелие Иисуса Христа, то есть вот эти вечные законы и правила, благодаря которым человек может обрести спасение. Да, только в очень таком глобальном масштабе. Если кто-то из духов, помещенных в тюрьму, принимает это вечное Евангелие, ему остается только дождаться, чтобы кто-то из живущих на земле принял за него крещение. И тогда, когда это происходит, дух, неправедный на земле, но обретший праведность на небесах, может перейти из темницы духов в рай и там продолжить жить вместе с праведными духами. И там уже ожидать своей дальнейшей участи. Третье место называется ад. Что такое ад? Ад это особое место. Это такой духовный карцер, который уготовлен для тех людей, которые уже и в том духовном мире упорно не хотят слушаться Евангелия Иисуса Христа, то есть тех законов и правил, которые необходимы для спасения. Люди, которые оказываются там, страдают и мучаются. Однако, очень важный момент, это мучение не будет вечным. Оно продлится только до тех пор, пока на земле не закончится тысячелетнее царство. По окончании тысячелетнего царства на земле будет совершаться суд Божий, и все те духи, которые оказались в том или ином положении, предстанут на Божий суд и получат свою окончательную участь в той или иной степени славы, которая будет создана для них Богом. А те духи, которые оказались вот в этом отделении, в аду, которые пострадали там за свои грехи и за свое непослушание до конца тысячелетнего царства, они тоже будут воскрешены, и получив достаточную меру наказания за то, что они сделали, они унаследуют самую низшую степень славы. То есть они не погибнут совсем и даже не будут уничтожены, они унаследуют какую-то низшую степень славы, которая, как я уже говорил немного раньше, мне на самом деле кажется, немногим лучше, чем христианские представления аббаде, но тем не менее, мормоны называют ее степенью славы, называется она телестиальное царство. Телестиальное царство. Некоторые мормонские богословы отождествляют ад с временным пребыванием во тьме внешней, между смертью и воскресением. Но далеко не все с ними в этом отношении согласны. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok